Привезли в ремонт такую вот бритву. Шеффелский Томас Тернер. Отличный клинок. Правда, был в весьма удручающем состоянии. Покажу пару фотографий, в каком виде я его получил. И фотографии не передают весь тот трэш, который творился именно на самом полотне с двух сторон. Кто-то очень грубо наждачкой пытался его чистить. Ну и плюс ручка была никакая. Все привел в порядок, заточил. Вот хотел показать. Ручка, думал Эбонит, оказалась натуральным рогом. Ручка рог получается немножко прошлифована. Никакого зеркала. Именно все сделано так, как должно быть по рогу. Отшлифован клинышек. Клинышек здесь оловянный получается. Все за под лицо сделано. Зеркало аккуратно. Нижний пин оставил оригинальный. Верхний пин поставил реплику оригинального. Такой же размер, такой же дизайн. Пин и шайба латунь. Вот. Сама бритва Томас Тернер. Уже, ну, последние пару месяцев несколько раз те бритвы бывали у нас на канале. Вот. Хороший классический шейфовский производитель. Вот. Сам клинок полностью перешлифован. Вот. Наведен легкий, правильный сатин вертикальный. Вот. Ну, и вручную это все было дело отполировано с двух сторон. Вот. Где-то, может быть, как я уже тебе говорил, там останутся следы времени. Ну, вот, как видишь, тут их практически не осталось. Я думал, хуже будет. Потому что очень глубокая коррозия к тому же была. Ну, получилось, в принципе, очень хорошо отшлифовать все, сделать все аккуратно. Эрль с обеих сторон, ну, даже с четырех сторон зубчики. Эрль вместо с клеймом все сделано в зеркало. Вот. Зубчики очищены. Ну, это, естественно, все разбиралось, собиралось. Здесь все в зеркало. Спинку сделал в зеркало. Вот. Ну, и носик тоже в зеркало. Такая вот она, выборка приблизительно на четверть у нее. Вот. Ну, и, как бы, полотно оставил именно сатинированным. Вот. Отлично получилось, считаю. Заходит аккурат по центру. Ровно. Ничего не косит. Рог неперекошенный. Хороший. Вот. Не выпадает в любых положениях. В принципе, он у тебя будет нормально фиксироваться. Будешь бриться, будешь доволен. Вот. С бритвой повезло. Здесь была лишь пара небольших сколов. Так что, повезло тебе с этим экземпляром. Реально хорошая вещь. Заточил с одним слоем изоленты. Фаска тонкая, аккуратная. Вот. Ну, бритву точили, конечно, до меня. Пользовались ею. Но никакого такого криминала, кривизны сильной. Я тут не обнаружил. Возможно, обслуживалась на камнях. Потому что от пасты никакой кривизны нет. Вот. Сейчас покажу, как тесты проходят. На тестах бритва мне очень понравилась. Я думаю, тебе понравится. Возможно, одна из самых мягких, которые у тебя вообще сейчас в небольшой коллекции имеются. Вот. Хорошая классическая шейфеллская сталь. Отличная выборка. Такая вот, что и, ну, не половинная, но и не полный клин. Который, ну, в принципе, довольно сложный в освоении многими. Но только вообще берет клин в руки. Вот. Тут именно такая четверть. При этом классная, мягкая, классическая шейфеллская сталь. Вот. Ну, что еще сказать. Бритва легкая в обслуживании, легкая в правке. На ремне будешь править без давления, но с акцентом на кромку. Заточена, как бритва, с легчайшей улыбкой. То есть тут идут скругления к носику и к пяточке. Они минимальные. В принципе, можешь ее править как прямую, не закругляя. Практически весь носик и вся пяточка будут цепляться ремнем. Ну, цепляться, в смысле, направляться. Кожа будет их касаться. Вот. Ну, вот так. Заточил. Очень понравилось. Ну, по заточке не знаю, насколько хватит. Сталь такая, чуть мягче обычной. Ну, на годик, в принципе, может и хватит. Если будешь ее бриться, там, пару раз в неделю. Отлично, хорошая такая, классическая вещь. Все, как будешь готов, приедешь, заберешь. Продолжение следует...